При возведении любого объекта строительства важнейшим вопросом является отопление. Сложные согласования, проектирование, подключение, монтаж, дорогое обслуживание. С этим, наверное, сталкивался каждый застройщик. Сегодня есть технология, которая позволяет легко и без больших вложений решить эту задачу. Это система инфракрасного отопления HeatLife. Инфракрасная система отопления Это так называемая лучевая передача тепла непосредственно на объект, минуя воздух, скажем так. То есть это принцип обогревания, как солнце. Солнце же не видит, помните, из школы, да? Как нагревается воздух. Солнце греет землю, от земли нагревается воздух. Вот точно такой же принцип действия и данных обогревателей. Мы очень часто замечали, вы находитесь в помещении, вроде бы жарко, да, а стены в доме холодные. То есть воздух горячий, а к стене подойдет и стена холодная. В данном случае прогревается дом. То есть стены, и после этого нагревается воздух. У нас были случаи, когда клиенты приходили, говорят, была авария на сетях, да, свет давит ровно через сутки. На улице минус 43. А в доме 6 на 6 температура была плюс 10 через сутки. Вы попробуйте печку, не потопите сутки. Что у вас? Эффективность инфракрасной системы отопления мы решили проверить на простом эксперименте, что быстрее растопит несколько кубиков льда, масляный радиатор или кусок отопительного материала нового поколения. Мощность предоставленного нам куска отопительного материала не превышает 50 ватт. Мощность радиатора в 15 раз больше. Для более объективного результата мы разделили два отопительных прибора теплоизоляционным материалом. С момента начала эксперимента прошло около полутора часов. И как мы видим, отопительный материал нового поколения полностью растопил два куска льда. А вот камин не справился с этим. Радиатор нагревает воздух, и горячий воздух, поток поднимается вверх, и, соответственно, лед растапливался медленнее. Инфракрасный источник тепла, он действует направленно. То есть, куда материал направлен, туда он нагреет. И это такое тепло инфракрасное, которое, в принципе, мы получаем от Солнца. Данный продукт прошел полную сертификацию по всем требованиям сертификации в России. То есть, сертификат соответствия, сертификат гигиенический, да, Сангинус. То есть, все эти требования обязательно выполняются. Материал сам по себе не воспламеняется, не горит. При данных испытаниях подавался на вот образец, подавался один киловольт напряжения. И проверялось, то есть, сколько по времени данный продукт выдержит, и воспламенение будет или нет. Вот в виде результата, как вы видите, по результатам данного испытания, видно, что пленка просто оплавилась. Никакого возгорания не произошло, замыкания тоже не произошло. Да? Вот он включен, никаких тут, а скатит. Вот он порван и он работает. То есть, можете вы начать бить, ломать трубы, кручить отопление у себя дома, нет? Я думаю, что вряд ли вы можете позволить себе с этим материалом что-то там вытворять. Ну, я не знаю, что еще. Ну, давайте мы его поторчимся, поломаем его. Ну, я надеюсь, вот так вы его не собираетесь использовать 365 дней в году. При этом, ну, можете убедиться, что он работает, продолжает работать, пожалуйста. Трасса включена, все, все. Поэтому, в любом случае, это высокоэффективная, да, высокотехнологичная инженерная система, к которой надо относиться соответствующим образом. Могу предложить настенный обогреватель. Это все настенный инфракрасный обогреватель. Вот эти греющие картины, 5265 градусов. Можете повешать ее, включаете в розетку, и все, и она греет. Инфракрасный обогревателен. Вот эти вот, особенно хотел бы обратить внимание, да, это Airbus, фирма Теплофон, наши красноярские, так сказать, производители, российская фирма. Просто шикарный. Что в них нравится? Нижний излучатель стоит под наклоном к полу. То есть, при условии установки его, как положено, 10 сантиметров от пола, он дает инфракрасный луч по полу. То есть, очень многие, мы, кстати, обратили внимание, что люди приходят играть, полы стали теплыми. Что очень важно в наших условиях. Очень удачное соотношение цены и качества. На гараж 6х4 достаточно двух вот таких обогревателей. Один терморегулятор вы выставляете температуру, чтобы лишнего потребления не было. Там плюс 5 задали. Все. На данной модели предусмотрено, значит, полностью выключение. Один ТЭМ, два ТЭМа, да, включение. И регулировка температуры аварийного отключения. И именно сам ТЭМ защищается от перегрева. Не помещение, а именно сам ТЭМ. Гарантия на них 3 года, срок службы не менее 10 лет. Стеклянный обогреватель, тоже инфракрасный. Вешается на высоте 1,80 м, смотрится как телевизор. Данная модель предусмотрена, когда вам чуть-чуть не хватает тепла. Вот вроде бы все классно, но вот чуть-чуть бы хотелось бы чуть-чуть побольше. Знаете, как говорится, в футболке прохладно, а в рубашке уже жарко. То есть на вот этот вот момент 0,6 кВт, 0,8. Вот эта очень хорошая модель ставится вертикально еще, чем мне нравится. То есть у нее крепление позволяет ее ставить и вертикально, и горизонтально. Тоже инфракрасный, который 54-й класс защиты, не боятся влаги. Ну, в определенной степени, то есть не боятся брызг любого направления. То есть понятно, что их заливать водой нельзя, а вот так разрешена эксплуатация в влажных помещениях. Их обычно ложат под машины. В общем, у нас получили популярность в гаражах, под машины, под эти вот мобильные гаражи, типа Наташа, там и так далее. Под них упадут. Для установки, ну, можно просто положить, на счет, на них. Степ-панель. Что я хочу сказать на нее. Вообще панель создана для выращивания порощад подсушенного возраста. То есть система отопления сделана для использования шинарников и так далее, да? Ну, вы представляете, какая-то, насколько там агрессивная среда. Вот эта пластина также сроком 30 лет гарантия на нее остается. Полностью герметично залита. Это полностью пластиковая панель. За 11 лет не было ни одного возраста по использованию ее. Очень большой у нас популярность получилась в Коплане. В плане использования ее как отопление септика. Данная пластина просто бросается в септик. Мощность у нее 120 Ватт. 8 кубов септик обогревает без проблем. Также можно использовать как теплый коврик в бане. То есть положили в бане, допустим, если у нас холодный коврик в бане, в моечную. Вот это, да, соединение полностью, видите, здесь полностью все залито. Все, здесь абсолютно все герметично. Я говорю, за 11 лет ни одного возраста. Скажем так, мобильный, неубиваемый коврик. Абсолютно жесткий, да? То есть, ну, просто невозможно убить. Нас позволяет возможность, да? Я могу показать? Готово. Все. Все, вот она, не лопнуто, не треснуто. Она как бы рассмотрена уже для наших условий, с учетом и наших пожеланий, да? Инфракрасная система «ХитЛайф». Новый взгляд на отопление. Универсальный коврик подогрева. У него встроенный сам датчик отключения. Полностью готовая к эксплуатации продукция. Включается все. Всего 40 Ватт. По спину можно положить, да? То есть поставить. Можно подкресло. Можно бросить под ноги. И, пожалуйста, оно лежит. Броушутку называем бухгалтерский коврик. Почему? Потому что, ну, люди, которые обычно сидят, много на сидячей работе, да? Вот под ноги положили. Да, девушка? Полы тянет по полу. Вот коврик, который можно бросить легко под коврик. Под сиденье. Абсолютно спокойный бюджопад. Бюджопад. Потрясающе. Хороший. Также есть потолочный обогреватель. Тоже инфракрасный. С температурой на выходе 290 градусов. Есть 650 градусов, да? Промышленные такие. В помещениях, с постоянным пребыванием людей, да? Необходимо, чтобы высота до лампы самой, скажем так, до инфракрасного обогревателя была 2,50-3,50. От 2,70 до 3,5 метров. В противном случае, ну, будет очень дискомфортно. Здесь 790 градусов на выходе низко. Головные более высокая температура. Крайне некомфортно получается. Очень экономичный, потому что рассеет сверху, как у нас приличное наградение. Из-за особенности, что, ну, надо понимать, да, когда он греет сверху, например, вот так же раз, и заподьется до стола. А стола оградилась, что-то, по крайней мере. То есть под столом будет температурно ниже. Вы можете полностью заменить существующие виды конвективного отопления сейчас, да, на электрообогревку цехи. Я понимаю, что сейчас очень многие люди скажут, да, что, о, да, это в трубу вылетишь. Поверьте мне, опыт поговорит совсем о другом. Дом 80 квадратов в городе Якутске. Полностью где установлено, в данном случае, пленки. Установлено 13 киловатт. Семья из двух человек, и люди платят 4 тысячи рублей в целом на месяц по тарифам прошлого года. Система «Хитлайф». Новый взгляд на отопление. Очень часто бывает, что в ситуации, да, люди построили большой, хороший дом. Нету возможности подвести, например, газ, да. А энергоснабжающая организация, да, например, дала им возможность подключения только 15 киловатт. Да, то есть больше им не разрешает. Как быть в данной ситуации, когда тебе дали 15, тебе только на отопление нужно 20, да. И еще плюс нужен у своих. Есть такая система, это Томский завод, РГОЛАЙ. Они делали систему «Умное отопление». То есть подключается модуль, да, и скажем так, если вам на отопление нужно 20 киловатт, через этот модуль нам достаточно будет 10 киловатт, чтобы мы могли управлять домом и полностью обеспечить там отопление. У вас появляется полностью свой личный кабинет, да, вы полностью можете программировать свое отопление, на какую комнату, включить больше, меньше, когда вы уходите, Дело в том, что данная система управляет компьютером, и он отслеживает, в какое время, когда лучше подать отопление. Вот у нас был прецедент, когда человек, значит, на дом ему нужно было 16, только 16 киловатт на отопление, да, вот, установив данную систему, он заплатил в районе 5 тысяч за дом, в самый холодный месяц. То есть была установлена система «Умного отопления» и вот эти вот отопления. Инфракрасная система «ХитЛайф». Новый взгляд на отопление. Приятная новость. СМИ-телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. СМИ может организовывать прямые эфиры и трансляции с трех камер в интернет с сочетанием других программ типа «Зум» или приедет и поможет записать ваше мероприятие с четырех камер. Если у вас нет помещения, мы поможем подобрать его для вас. Подробности на сайте ОКРУГ ТВ. СМИ-телепрограмма «Точка взаимодействия»